Всем привет! Сегодня я хотела показать вам мои последние покупки, подарки. И начну я, давайте, сразу с подарков. Давайте начну с подарков. А это не то, что там бренд мне прислал какие-то вещи. Нет, это просто... Кстати, два из них это бренда моих друзей. Но начну я вообще с двух книжек, которые мне дала подруга. На самом деле, это даже не подарок, это просто... Она мне дала почитать две книги. И одно из них, вы уже видели, это «Когда Бог был кроликом». И я... Ух ты! Наклейки. Вот такие сюрпризы я люблю. Это я приходила к своей подруге Саше на ночь с набором наклейки. У нее тоже есть свой набор наклейки. Мы просто декорировали ежедневники друг друга. Ну, в общем, да, я все еще не могу дочитать. Я вот сейчас приезжаю в Петербург на какое-то небольшое количество времени. И занимаюсь делами, и почему-то вообще не могу себя застарить сесть. Вот с книжками, что беда. Когда ты читаешь, то ты сел и читаешь, то ты читаешь. А когда ты делаешь какой-то перерыв недельный, то очень сложно вернуться. Но я намерена ее прочитать до конца. Плюс это не моя книга. У меня есть такой небольшой таймер внутри себя, что я не могу ее долго держать у себя. И вторая это Роберт Гелбрейт, или, как уже всем известно, Джеки Роулинг, Зов кукушки. Я не знаю, мне похвалила Соня Каловская ее мама тоже. Ей нравится эта книга, так что я попросила почитать. И я смотрю, они очень-очень подходят друг другу. Следующая книга тоже подходит под цветовой гамме. Это я сама купила Софи Кинсела. Это называется «Finding Audrey». И ни малейшего понятия, о чем это, я взяла из-за обложки. На самом деле я взяла, потому что я хотела какую-то вторую книгу купить. Потому что я хотела сначала купить «Кларксон». «What could possibly go wrong?» Это та книга, которую я очень давно хотела прочитать. Поскольку это его... Я не знаю, о чем она, опять же. Я просто знаю, что это... Я обожаю, когда он это говорил в передаче. Опять же, ни малейшего понятия, но выглядит очень интересно. Ровно как и вот эта Софи Кинсела пишет очень простые такие пляжные книжки, романы. Шопоголик она написала. Я прочла только первого. «Confessions of a Shopaholic», но остальные так и не читала. Потому что это, знаете, то, чего не всегда хочется. Но иногда вот летом очень даже приятно читать. Давайте теперь магазин «Инако». Если вы следуете за Таней Рыбаковой, то вы, в принципе, в ее инстаграме часто видите этот магазин. Это магазин, где вся одежда, там, одежда, аксессуары, обувь, и все привезено из Кореи. И так и написано там «Made in Korea». И вот первая кофточка. Это на мне. У меня не получится вам много фотографий показать, как это на мне в полный рост выглядит. Но я надеюсь, вам хоть как-то видно. Я постараюсь найти ссылки на конкретные предметы, которые я вам показываю. Но первое, что я вообще увидела, это был такой рюкзак. Я обожаю рюкзаки. Это, мне кажется, самый удобный вид. Сумок. Вот мне нравится, что они могут сейчас быть абсолютно стильными. А вот с каблуками, мне кажется, все-таки сложно рюкзак носить. То есть как-то рюкзак все-таки предполагает некое такое... Не то что пацанство, но все равно удобная обувь. Особенно если ты набиваешь свой рюкзак так, как это делаю я. Но он вмещает абсолютно все. Здесь у меня и моя спортивная форма, и мой ежедневник, косметичка, вода, все что угодно. Кошелек, который занимает, как всегда, пол рюкзака. Но мне очень нравится, что здесь есть... Что, во-первых, он такой структурированный достаточно. Очень качественный материал. И я уже не говорю про цвет. И что у него спереди карман, который не просто карман, куда ты только можешь положить свой маленький телефончик или что-то, а просто все свое необходимое. Вот, сейчас я не скажу, что у меня здесь все самое необходимое, но мне нравится, что есть такая опция, по крайней мере. Вот, я не видела, чтобы там были опции типа серебряный, бронзовый и так далее. Но, опять же, если я найду, то скину вам ссылку внизу. И еще две вещи, которые я взяла там, это было такое платье. На самом деле я давно хотела просто такое расслабленное платье, когда ты не знаешь, что хочешь одеть. И такая температура как типа 16-20, то есть чтобы одевать без колготок платье. И вот, это, считайте, такая как очень длинная футболка с длинными рукавами. И она доходит... Ну, у каждого по-разному у меня она доходит... Она у меня, по-моему, выше колена. У Тани Рыбакова она ниже колена. То есть в зависимости от вашего роста, но она все равно, мне нравится, что она не мини. Потому что я все-таки... Мне иногда нравится одевать мини-юбочки, но все-таки в большинстве случаев мне хочется именно по-другому показать свои ноги. Именно показать тем, что, вау, смотрите, я ношу мини-юбки. И последний такой пиджак, который я сейчас ношу каждый день. Вообще, все вещи, которые я взяла, они более осенние, но, знаете, наше лето это та же самая осень. Вообще, вся такая цветовая гамма, золото-коричневые оттенки, которые я взяла просто то, что подходит моим волосам. Поскольку я такая светло-русая, но у меня волосы, естественным образом, под солнцем, они уходят в такую небольшую ржевизну. Вот, так что сейчас еще посмотрим, что Черногория, да. Но вообще, да, они становятся вот такого оттенка, только очень-очень светлые еще. Вот, можете посмотреть все видео, получается, позапрошлого сентября. Вот, как у меня волосы выгорают. И вот под эти оттенки мне нравится именно больше коричневое на себя надевать, нежели черное. И последняя подарочная часть моего видео, это вот эти сережки Алоха Гая. Я продукты Алохи хотела попробовать уже несколько лет. Я никогда не знала, какой взять кристалл, какой бы мне подошел. Потому что Дара к этому серьезно относится. И я не хотела брать просто, что красивее выглядит. Я хотела что-то именно более... Ну, как-то более со смыслом к этому отнестись, но не знала, что взять. И вот вчера на Lombardy Market я впервые увидела. Это не просто, знаете, на пальцах, на запястье, ну, в шаг Дары. А просто именно их... Ну, понятное дело, там вряд ли была вся продукция, но там большое было количество колец, всяких подвесок. И я выбрала вот эти сережки. Это дымчатый кварц. И я вам оставлю блог пост Дары, где она рассказывает, называется Crystals for Beginners. И она описывает очень конкретно, зачем нужен дымчатый кварц. И эти сережки очень красивые. И когда ты сначала на них смотришь, именно просто берешь на арку, ты не понимаешь, что это, куда это. Но вот Crystals, он идет сюда, как вот обычная сережка-гвоздик. А мочку уха огибают. Я вам уже показывала такие сережки, если не ошибаюсь, в покупках от Asos. Но это была, знаете, просто такая бижутерия. Это-то серебро. А мочку уха огибает вот такая деталь. Я себя чувствую прямо с таким начинающим-начинающим. Я не знаю никаких значений, никаких правильных слов. Но я вам оставлю ссылку внизу. И на блог пост Дары, где она все объясняет. И на конкретный сережку. Также на Body Market я зашла к своей подруге Сонне Коловской. Боже мой, продавцы, вообще, ребята, все вы такие молодцы. Все так было красиво, украшено у всех. Но было так холодно. Продавцы туда примерно приходили в 10 утра и ушли все в 9 вечера. Я просто не представляю, как это было тяжело сидеть. И как бы те, кто были в компаниях, наверное, могли куда-то уходить, там, погреться, попить чай. Но вот Соня, она просто сидела вот так вот, мерзла. Я купила у нее две открытки. Первая это, когда на улице сильный ветер, ожидание, реальность. И без темноты мы не увидели бы звезд. И я думаю, я просто кому-нибудь отправлю эти открытки. Давайте я, правда, отправлю кому-нибудь эти открытки. Я сама найду людей. Не знаю, в инстаграме. Включаю внутреннюю Taylor Swift. Я сама найду людей в инстаграме, которые за мной следуют. И отправлю эти открытки. И так же я взяла у нее наклейки. Я к ней пришла за наклейками. Но, к сожалению, те, которые я хотела, они быстро продались. И она продала все свои наклейки, чему я лично очень рада. И я уже, ну, приклеила себе ежедневник, который уже не знаю где... Ну да, просто такие девочки. И она все это сама вырезала. Правда, когда я свою использовала, я еще больше вырезала. Просто чтобы как-то по размеру. Вот. Да. Очень была рада увидеть свою подругу. В деле. Прям гордость. Десятый лав. И на последок я вам покажу, что я заказала с сайта Inisfree. Мне про него рассказала Дара. А я Даре теперь доверяю во всем. Так что мне просто очень нужен был SPF для тела. Вроде как его для лица тоже можно использовать. Просто я в Краснодаре я использовала пару раз. Но я сгорела. И это было очень больно. Поэтому сейчас я не допущу такой ошибки. Просто буду все время с собой. У меня будет именно свой. Потому что тот был Лерин. И когда у меня нет своего, я просто забываю его все время заново наносить. Но вот, я купила два. Это SPF 50. И также у них... Поскольку это был мой первый заказ, мне там нужно было на 2 с чем-то тысячи заказать. И тогда бы у меня была доставка 50% скидка. Вот. Мне пришло все за 3 дня. Так что если вы делаете первый заказ, вам там просто... Вы подпишетесь на них, по-моему. И вам придет 2 опции. Либо 20 или 15% на весь заказ, либо 50% на доставку. Вот. По-моему, это очень здорово. Дальше я купила леди-клинзер. Я просто показала это и забудем. Это должно быть у каждой девушки. Так что окей. И маски. Это такая очень типичная история, когда тебе нужно что-то добрать на 600 рублей. И одно я случайно прорезала, когда открывала упаковку. Одно я просто так тысячу прорезала. Она с алоэ. Но так я взяла 2 с розой. Они стоят, по-моему, 60 рублей или 70. Так что обязательно попробуйте. Я еще здесь не пробовала, но я уже всем советую. Конечно, молодец. Это такая маска, которая... Вот ты на себя надеваешь лицо. Из ткани. И я такие очень люблю, поскольку они очень... Мне почему-то с ними проще, чем когда я просто на себя чего-то намазываю и хожу. Мне почему-то с ними как-то прикольный. Две с розой, разумеется. Рисовая. Две с медом. Алоэ, которую я порезала и упаковала, чтобы она никуда не исчезла. И огурец. Опять, я еще ничего не попробовала. Сегодня вечером попробую свою алоэ. Но и это были все покупки. О! И еще одна штучка из Innisfree. Это щетка для черных точек. Но как только я ее достала, Дара такая пробовала, не работает. Но она очень мягкая. Если честно, она больше похожа на кисточку для нанесения теней или растушевки. Но никак не на то, что будет. Потому что я когда думаю, кисточка от черных точек это что-то такое очень жесткое, что будет их прямо выковыривать. Но нет. Вообще, мне кажется, в России, в больших городах, черные точки это абсолютно нормальное дело. Просто из-за экологии. И пока мы здесь живем, мы от этого просто маленькой такой мягкой кисточкой не избавимся. Ну, просто я попробую. Это были все мои покупки, подарки. Я вам оставлю все ссылки внизу, если они есть. Да, надеюсь, вам понравилось это видео. И увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok